Приветствую вас. Я хотел бы обратить ваше внимание на два основных аспекта в вашем тексте. Первый аспект, что вы познакомились с мужчиной в интернете. И должны быть причины, почему вы с мужчиной знакомитесь в интернете, а не в реальной жизни, где вы, например, можете видеть человека непосредственно, где вы можете наблюдать за ним, где вы можете знать и видеть, собственно говоря, кто перед вами и так далее. Вот. То есть, здесь нужно выяснить, почему вы знакомитесь именно в интернете. Почему вы это делаете? Как правило, как правило, люди приходят в интернет тогда, когда у них не получается построить отношения в реальной жизни. То есть, если вы тоже не можете построить отношения в реальной жизни, вот, то здесь нужно смотреть. Здесь нужно смотреть и исследовать, что конкретно у вас происходило, что конкретно в жизни у вас было, что вы не можете построить отношения. То есть, если у вас какие-то проблемы и сложности. Именно вот, именно в этом аспектах. Следующий момент, ну, значит, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы страдаете. То есть, вы пишите, что мне он очень сильно нравится, имеется ввиду мужчина. Ну, вот. Но я страдаю. Из-за чего вы страдаете? То есть, понимаете ли вы, что страдание здесь, это ответственность ваша. Это не ответственность другого человека. Это именно ваше, ваше восприятие данной ситуации. То есть, если вы для себя в этом отсчёт отдаёте, да, если вы себе в этом отсчёт отдаёте. То есть, что можно будет, можно было бы, точнее, посмотреть, что за этим стоит. То есть, почему вы страдаете, да, из-за чего вы страдаете и так далее. И скорректировав это, то есть, сделать так, чтобы вы не страдали. То есть, возможно, за этим стоят детские страхи. Возможно, есть что-то ещё, да. Вы бы были менее, менее, менее заинтересованы в этих отношениях. А значит, вам было бы легче себя вести. Легче вести себя, скажем так, адекватно в этой ситуации. Это два момента, которые я вижу. Исходя из вот того, что вы написали. То есть, это вот то, что важно разобрать. Как видите, это ситуация, то есть, это то, что я говорю, да, это не касается вашей ситуации. Это касается только вас. Лично вас. То есть, на это, в первую очередь, нужно обратить внимание. Не на мужчину, не на то, что вам делать. На это. Дальше. Ну, скажу так, что его сын, сын-мужчина, действительно может быть против того, чтобы встречать. Но история здесь, история здесь такова, история здесь такова, что мужчина и вы. Действуя вот так. Действуя вот так. Как вы действуете, да, то есть, встречаться ставить. Не помогает своему сыну. А только ему вредит. Потому что, да, и не только, не только вредит, не только ему, но и себе, и себе тоже. Себе, и себе он вред наносит тоже, тоже. И весьма ощутимо. Потому что он же не позволяет, получается, себе быть счастливым. Вот. Ну, мужчина. А раз он не позволяет себе быть счастливым, значит, скорее всего, он не сможет сделать счастливым из своего сына. Потому что все здесь, в принципе, взаимосвязано. Таким образом, если ваш мужчина действительно беспокоится о ребенке своем, то вам нужно поставить его перед фактом, что вы встречаетесь, что папа имеет право на счастье, что, ну, что жизнь идет дальше. И, в общем-то, там, грубо говоря, из-за, допустим, из-за мамы, да, он, то есть отец, не должен переставать жить. Вот. То есть, здесь, здесь, позиция в этом смысле достаточно, ну, предельно проста, мне кажется. Предельно проста и понятно. Вы можете донести это до своего мужчины сами, если, значит, ну, хотите, да, вы можете донести это до своего мужчины сами. Вот. А, можете дать ему послушать, например, мой ответ. Вот, просто скинуть ему ссылку на мой ответ, и все. Это с одной стороны. С другой стороны, все это выглядит очень подозрительно. В том смысле, что мальчик сантажирует папу, угрожает себе жизнь, то есть, ну, угрожает, там, что-то с собой сделать. Этот мальчику нужна явно здесь психологическая помощь, ну, если так вот подумать. Да? Получается, что папа ничего особо не делает для того, чтобы мальчику было, ну, как-то вот хорошо. Папа не заботится о том, что у его ребенка, да, в общем-то, серьезные проблемы, судя по всему, ну, судя по всему. Вот. Это, к сожалению, тоже вызывает вопрос. Это вызывает вопрос. Потому что, если отец не заботится о своем ребенке, да, а заботится, например, о нем вот так, как он это делает, допустим, допустим. Вот. Сейчас, да, вот, то это, ну, какая-то очень странная позиция, да, то что там не заботится, это вред. Вред именно, ну, именно ребенку. У мальчика, да, у него, возможно, у него действительно есть проблема, но эта проблема решается не путем всяко-сокрытия отношений, да, вот. А это решается все-таки другим путем, если действительно есть желание, да, мальчику помочь. Дальше, смотрите, значит, значит, все это выглядит подозрительно еще и потому, что мужчина пропадает, да, что он может исчезнуть, потому что он вам пишет. Мальчик вам, так он уже достаточно взрослый, да, чтобы самому-самому что-то написать вам, что-то он мог бы это сделать, но он этого не сделал, ну, вот. Ну, то есть, как бы, все это подозрительно в том смысле, что может быть, может быть, мужчина все это придумывает. Для того, чтобы просто держать вас, ну, на расстоянии, на расстоянии, вот. Держать вас на расстоянии, чтобы вы как-то вот, ну, может быть, ну, не знаю, может быть, не мешали ему вы, например. Вот. Понимаете? То есть, здесь вот такая ссора. То есть, человек хочет, чтобы вы от него зависели, чтобы вы следовали его правила. Так, по крайней мере, мне это видится. И это, на самом деле, очень тревожный звоночек для вас, потому что, получается, что мужчина может, как бы, ну, использовать своего сына, да, так он, как бы, привлекает своего сына в ваши отношения. Вот. В таких отношениях не должно быть никого. Ну, никого больше. Вот. Поэтому рекомендация здесь будет таким-таким вам. Значит, рекомендация первая. Разберитесь со своими чувствами с тем, чтобы вы не страдали из-за мужчины, потому что отношения ваши могут быть несерьезными. Это первое. Второе. Разберитесь, почему вы знакомитесь, знакомитесь в интернете. Да, то есть, сами разберитесь, либо с помощью психолога разберитесь. Вот. А-а-а. Ну, по какой причине так произошло. Вот. А-а-а. Проанализируйте опыт в предыдущих отношениях. Которые у вас, скорее всего, есть. Вот. И проанализируйте то, что вы хотите от человека. Ну, от мужчины, в смысле. Вот. От своего, от, вот, ну, данного мужчины, мужчину. Что вы хотите именно получить. Что вам нужно от него. Значит, а-а-а, второе. Значит, значит, ну, второе, может быть, следующее. Значит, а-а-а, напишите, напишите человеку о том, что вы понимаете его, да, его, в смысле, мужчину. А-а-а, понимаете ребенка. Вот. Понимаете, что ему тяжело. Вот. Соответственно, вы готовы с ним поговорить, да. Вот. Готовы с ним встретиться. Объяснить ему, как обстоят дела. Вот. И выражаете недоумение, почему он, т.е. мужчина, этого сам сделать не может. Вот. Вот. Это такой аспект. Значит. А-а-а. И, а-а-а, последнее, наверное, это, это то, чтобы вы, а-а-а, для себя, а-а-а, определили, что делать, чтобы что. То есть, смотрите, вас напрягают его открытки, но открытки напрягают вас, не его. То есть, еще раз. Еще раз. Да. Мужчина делает какие-то вещи. Мужчина, это мужчина делает какие-то вещи. Понимаете? Мужчина совершает какие-то поступки. А вы на них реагируете. То есть, понять вам нужно свою реакцию. Причины своей реакции нужно вам понять. Не, а-а-а, что делать в этой ситуации вообще, а причины именно своей реакции. То есть, если разращает, то чем, если вы страдаете, то от чего, ну, не должен в отношениях человек страдать. Вот, не должен в отношениях, да, еще раз повторяю, не должен в отношениях человек страдать. И в отношениях, значит, есть некие личные проблемы, личные проблемы, которые в данном случае вы пытаетесь решить за счет, вот, собственно, этого мужчины. Ну, я не знаю, какие проблемы, конечно. А, то есть, это могут быть проблемы, например, вот, связанные с тем, да, почему вы знакомитесь в инете. Да, это могут быть проблемы, связанные с тем, почему вы страдаете. Это могут быть проблемы, связанные с тем, почему вы сейчас не знаете, что делать. Это могут быть проблемы, связанные с тем, значит, что вас задевают, вот, его, там, открытки. Это могут быть проблемы, связанные с тем, что вы слишком болезненно реагируете на то, что он вас послал, хотя он вас не посылал, да, вот. Это может быть связано с ожиданиями, которые у вас имеются от, ну, например, отношений, да, то есть вот вы с мужчиной познакомились, и у вас уже есть завышенные ожидания, возможно, от этих самых отношений. Хотя вы только лишь, ну, всего лишь, да, вы, ну, вы только познакомились в интернете, вот, то есть он вам еще ничего не должен, вот, вот. То есть вот определитесь с этими моментами, и я думаю, общая картина вам будет ясна. Вопрос тут, на самом деле, немножко в другом, да, вопрос немножко другой. Хотите ли вы, ну, что-то делать? То есть хотите ли вы действительно в этой ситуации разобраться? Хотите ли вы в себе разобраться? Или у вас цель просто вот решить сейчас, что вам делать, и все. Знаете, даже если, даже если это все правда, и у мужчины там действительно проблемный ребенок, его поведение не вызывает, ну, скажем так, как это, импонирование. Его поведение лично мне не импонирует. Ну, как мужчина, да, как мужчина, мужчина не импонирует. У меня есть ребенок, который мной манипулирует, мной и моей личной жизнью. Что я за человек, который позволяет это делать? Что я могу дать вам в таком случае? Вот, большой вопрос. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, просто вот подумайте, как характеризует данная ситуация мужчину. Вот. И вообще, хотите ли вы быть таким мужчиной, да, который не готов решать проблему, не готов, может, ну, бороться, скажем так, за вас, да, там, прилагать какие-то усилия для того, чтобы быть вместе. Вот. Ему проще уйти, проще уйти. Вот. Подумайте про себя. А самое главное, соответствует ли это тому, что вы считаете для себя достойным. Мне кажется, что нет. Но решать вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.